67. Если кто деву, не обрученную, возьмет насилием, да будет отлучен от общения церковного, не позволяет же ему брать иную, но должен удержать ту, которую избрал хотя бы у Бога была. 68. Если кто, епископ или пресвитер или диакон, примет от кого-нибудь второе рукоположение, да будет извержен из священного чина, и он, и рукоположенный, если только не будет известно достоверно, что рукоположенный от еретиков имеет рукоположение. 69. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится в святую четыридесятницу сорок дней перед Пасхой, или в среду, или в пятницу, 70. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира постится с иудеями, или празднует с ними, или принимает от них дары праздников, их как-то опресноки, или нечто подобное, да отлучен, да будет извержен. 71. Если же мирянин, да будет отлучен. 71. Если какой христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники, или зажжет свечу, да будет отлучен от общения церковного. 72. Если кто из притча или мирянин из святой церкви похитит воск или елей, да будет отлучен от общения церковного, и вернув похищенное, в пятеро, да добавит к тому, что взял. 73. Сосуд золотой или серебряный, освященный, или завесу никто уже да не присвоит на свое употребление, ибо это беззаконно. 74. Если же кто-то будет усмотрен в этом, да будет отлучен, 74. 74. Епископ, обвиняемый в чем-либо достойными доверия людьми, должен быть необходимо сам призван епископами, и когда предстанет перед епископами, и признается или обличен будет, да, да, определится эпитимия взыскания. 75. Если же был вызван, но не послушает, да позовет вторично через посылаемых к нему двух епископов, если же и так не послушает, да позовется в третий раз через посылаемых к нему двух епископов, 75. Если же и этого, не уважая, не предстанет собор по благоусмотрению своему, да произнесет о нем решение, чтобы не думал, что можно что-то выиграть, бегая отсюда. 75. В свидетели против епископа не принимать еретика, но и одного верного недостаточно, 76. Ибо на устах только двух или трех свидетелей твердо всякое слово. 76. Не подобает епископу из угождению брату или сыну или другому родственнику поставлять в достоинство епископа, кого хочет, 77. Ибо неправедно создавать наследников епископства и собственность Божию давать в дар человеческому пристрастию. Не следует ставить Церковь Божию под власть наследников, если же кто это сделает, поставление да будет недействительно, сам же да будет наказан отлучением. 77. Кто лишен глаза или в ногах поврежден, но достоин быть епископом, да будет, ибо телесный недостаток его не оскверняет, но он оскверняет только душевная скверна. 78. Глухой же и слепой да не будет епископом, но не по причине осквернения, и пусть не имеет препятствий в делах церковных. 79. Если кто демона имеет, да не будет принят в клир, но пусть молится с верными, освободясь же, да будет принят с верными. 80. И если достоин, то и в клир. 80. Пришедшего из языческой жизни и крещенного или отвратившегося от порочного образа жизни неправедно сразу производить епископа, ибо несправедливо, чтобы неиспытанный был учителем других, если только это не устроится по благодати Божией. 81. Мы сказали, что не подобает епископу или пресвитеру вдаваться в народное управление, а следует неотлучно быть при делах церковных, и никто не должен это делать под угрозой извержения, ибо никто не может служить двум господам по господней заповеди. 82. Не позволяем в клир производить рабов без согласия господ к огорчению владельцев их, ибо от этого происходит расстройство в домах. 83. Если же какой раб будет достоин поставления в степень церковную, каким явился и наш Анисим, и господин разрешит, да будет произведен. 83. Епископ или пресвитер или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина, ибо кесарю кесареву, а бога богову. 84. Если кто досадит царю или правителю не по правде, да понесет наказание, но если таковой будет из клира, да будет извержен от священного чина. 85. Если же мирянин, да будет отлучен от общения церковного. 85. Для всех вас, принадлежащих к клиру, и мирян, чтимых и святыми, да будет книги Ветхого Завета. 86. Для всех вас, принадлежащих к клиру, и мирян, чтимыми и святыми, да будут книги Ветхого Завета. 87. Моисеевых пять. Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. 87. Иисуса, Сына Новина одна, Судей одна, Руфь одна, Паралипоменон, то есть остатков от книги, дней две, 87. Ездры две, Эсфирь одна, Маковейских три, Ива одна, Псалтырь одна, Соломоновых три, 88. Притчи, Экклезиаст, Песнь-песни, Пророков двенадцать, Исаии одна, Иеремии одна, 89. Иезекииля одна, одна Даниила. Сверже этого вам да присвокупится в замечание, 90. Чтобы юные ваши изучили премудрость многоученого Сераха, наши же, то есть Нового Завета. 90. Евангелие четыре, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Павловых посланий 14, Петра послания 2, Иоанна 3, Иоакова 1, Иуда 1, Климента посланий 2. 90. И постановления вам, епископам, мною, Климентам, изреченные в восьми книгах, которые не подобает обнародовать перед всеми ради того, что в них таинственно, и деяния наши апостольские. Правила приведены по изданию и Стратилатов, давность и важность апостольских правил СПБ, 1865 год. Дорогие друзья, очень прошу, конечно же, поставить лайки и распространить ролик в социальных сетях, чтобы больше людей узнало, нужно ли им православное христианство или нет. Всего доброго, до свидания.